ТОП-5 приборов для диагностики глоукомы. В первую очередь, это, конечно же, компьютерная периметрия. Дело все в том, что наблюдаемый пациента для того, чтобы сохранить ему зрение, сохранить его поле зрения. И если мы не проводим периметрию, то мы не знаем, насколько успешна наша терапия. Лучшими периметрами считаются три прибора, так называемые три прибора золотых стандартов. Это прибор Хамфри, прибор Октопус и прибор Окулюс. Что касается прибора Окулюс, у меня к нему очень большие вопросы по чувствительности и специфичности. Приборов Октопус очень много в Челябинске, и с ними проблем нет. У них есть даже несколько модификаций, в каждой из которых есть свои плюсы. Приборов Хамфри можно сказать, что нет. Он есть единственный в областной больнице, и на нем практически не работают ввиду его старинности. Вторым прибором является оптический когерентный томограф. Это сканирование сетчатки и зрительного нерва, что позволяет с квантитативной точностью, с точностью до 5-10 микрон, определить, как развивается глоукомный процесс, и выявить самые ранние глоукомные изменения. Третьим прибором, наверное, можно назвать тонометр. Существует большое количество тонометров. Тонометр Маклакова по-прежнему остается непревзойденным тонометром по сочетанию цены и качества. Но, к сожалению, даже используя приложение, разработанное мной и моей командой, не позволяет говорить о его высокоповторяемости и воспроизводимости. Существует большое количество современных тонометров. Например, тонометр Ора или Околореспонс Аналайза, или его младший брат Райхер 7 CR. Это тонометры, которые позволяют измерить роговично компенсированное давление. В некоторых случаях нам нужна ребаунтонометрия или тонометрия отскоковая. Тонометр Айкея – один из лучших и удобных прототивных тонометров в мире. Четвертый прибор, без которого нельзя наблюдать пациента – это гониоскоп. Гониолинза – это прибор, который позволяет исследовать угол передней камеры глаза, который важен для динамики и наблюдения и принятия тактических решений о проведении той или иной терапии или той или иной операции. Ну и, конечно же, щелевая лампа – это тот прибор, с которым первым встречается пациент. И этот все работает в комплексе. Лишь все вместе работает максимально эффективно. И не всегда со стопроцентной эффективностью, к сожалению. Но мы должны стремиться проводить все эти обследования для того, чтобы лучше понимать пациента и лучше понимать его патологический процесс, для того, чтобы сохранять ваше зрение. Продолжение следует...